И появится здесь через несколько минут, как и футболисты сборной Куркини, в гостях у немцев, входящие в элиту мирового футбола. Но впервые они получили право. Один гол всего нужно забить великому португальцу, чтобы Португалий забьет. Итак, Джуней Чакир и Киану собственной персоной. И вообще замечательная, где собрались прежде всего болельщики. Ну и конечно с гимна все начинает. По 89-й год. Слушаем. Например, в Соединенных Штатах на хоккее это было, но здесь же венгров с французами будут аншлаги. В Венгрии и Португалии, они там были перед началом матча абсолютно одинаковыми. В гостях стартовый матч, а терять очки здесь гигантский, гениальный совершенно выбор исполнителей. Сенцемеду, Пепе, Рубен Диаш и Рафаэл Геррея. Десятка у Бернарду Силу. Одиннадцатый номер у звезды и надежды защитника Вильям Карвалью из Бетиса. Нигулычи защищает ворота. И сейчас Диога Жота по четвертым номерам. Защитник Ференцвард, девятый номер и двадцатый Роланд Шаллэ. Рот сборной Венгрии. Нет, наверное, Жота. Жоти, а теперь штрафной. В этом стрижке это видно и вот мяч уже венгры в рот. Достаточно подача. Пепе, скидка. От защитника отскакивает обратно. Боевой раскраски в амуниции венгерской. Десять к стадиону. Теперь у их трибун Шалба. Тогда можно было бы ждать совершенно... Второй уже примерно в той же точке заработал Бруно Фернандеш. Высокая подача Жота. Высокого нападающего. Да, внимательно следили за Роналду. В случае тем, что на первом темпе упустили. Играет на Криштиану Роналду. Тут один против двух защитников. Но и шанс. Диога Жота. Низащий суперзвезде, но пока еще не на работу. Тоже серьезное приключение. В центре города. Перед матчем. Мани, Франции и Португалии. А в дверь этого автобуса легким прогулами. А мы просто вышли погулять заодно. Продолжение следует...